Все, переходим. Всем доброе утро. Всех приветствую на ESA Summer 2021. Jedi Fallen Order. Начн... Вот-вот начнем. Страна начинается с планеты Параака, где, собственно, и оставили нашего главного героя с именем Кэл Кэстис. Сейчас они тут поговорят немножечко. Здравствуйте, я Айнк, и я работаю на игру за год. Моя главная категория была «Аннипроцент», когда я начинал, но потом я переходил к «100», и теперь я просто делаю что-то. Я работаю все категории, которые я комфортно. Я думаю, что мы должны отметить, что все у нас здесь были бред-рекорды. Мы знаем, что мы говорим о том. Мы знаем, что мы говорим о том. Мы тренинговые профессионалы. Я не знаю, что тренинговые профессионалы. Главное, чтобы он был закончен. А тут будут сцены на силованные стены, будут, будут, и не один раз. Все, на-че-на-ем, да, это новый резидент. Заменили в честь, если плащ, или это у нас пончо, по-моему это пончо. Что ж, начинаем мы на браке в месте, где разбирают корабли после войн клонов. Это такая свалка. И сейчас нам нужно пробраться, чтобы поднять, забыл как они называются, крепежи на крыльях. Здесь каких-то прямо в начале, как бы это сказать, крючей использоваться не будет. Легкая оптимизация маршрута. Тут просто бежим, все верно. Бежим, прыгаем, так сказать, это некое обучение. Так как Галл у нас все-таки, хоть еще не закончившая обучение джедай, мы спокойно можем прыгать на узеньких тропинках. В этой игре вообще происходят разного рода манипуляции с ППС, на 60, на 30 кадров будет получаться также разрешение, дабы снизить до определенного количества. Вот, я сказал, не будем бежать, но не получился пройти через ОБ, заруинил он. Вот про вот эти штучки я как раз говорил. Да, здесь он очень много срезал, выйти сразу к триггеру. Это лучшая игра, которой я занялся. Так я больше скажу, ведь когда только-только эта игра вышла и ее начали бегать, там же было 4 часа кат-сцен, которые нельзя в принципе пропустить. Смотрят у нас на самолет, ловят флешбеки. Да, благо нашли скипы, но там довольно интересно, Ань, сказать там, скипы, особенно с учетом с бесконечными прыжками. В целом использование, как бы это назвать-то, поднимать себя с помощью силы, используя замедление времени на других чуваках. Все, отрываются у нас тросы, полетим мы вниз, и Кайл в первый раз использует за долгое время силу, чем привлечет внимание инквизиторов. Многие здесь уворачивались мастерски, от всякого мусора, хотя можно и не уворачиваться. Так сколько угодно можно себя поднимать на турничках с помощью силы. Но мне кажется, это будет тоже нелегитимно, если мадами убирать кат-сцены. Я помню, наверное, многие фанаты, да и в целом эта игра была на небольшом хайпе, Star Wars The Force Unleashed, где была подобная же монстретина. Всё, спасли мы Прауфа. И узнал он о том, что мы владеем силой, будет нам говорить, мол, давай, иди, найди себе другое занятие, хватит быть мусорщиком. Но я не помню, честно. Но хотя, я думаю, модераторы бы согласились сделать категорию с вырезанными кат-сценами. Все с этими пончо. Кто знает, не буду спойлерить про какие-то такие вещи. Хотя, я понимаю, тут собрались раннеры. Здесь Fallen Order, которые, возможно, не закидают чем-нибудь. Потому что я тоже хотел её бегать, но мой никак не позволяет. Заболеет. Нет, мне слишком нравится эта игра. Мне слишком нравится сама вселенная. У меня есть один рундамент ПБС, в общем-то. Единственное объяснение. Да. Мы поговорим между windowed и full screen-модом. Спасибо. Поиграть стоит. Хотя, они не очень длинные. У него ушло 6 часов, по-моему, на прохождение. Да, это, наверное, хорошо объяснить. Вы также должны фотомодить хотя бы раз, когда вы начали игру, чтобы сделать ПБС. Всем нравится своя вселенная Диснея. Ловит трип. Наскал то, что прав куда-то ушел. И мы идем зоним. Я не знаю, зачем я сказал зоним. Я не знаю, что это было, в общем-то. Я не знаю, что это будет очень трудно. Потому что тебе очень нравится. И это время, как раз выходит, чтобы вы селить г yet или даже есть б젤. А в общем-то нужно посмотреть. Ну а вдруг ему повезет Меня очень сильно удивлял этот звук в игре, который напоминает мяуканье кота, котенка Встречаем Джаретапал Хотя, я не знаю, в самом, как бы это сказать, в самой ли, когда происходил приказ 66, там же показали только трех человек, которые почувствовали это через силу, то есть как там убивают всех Но я раньше не обращал никогда на это внимания Поэтому Только в этой игре он прям слишком яркий Ну вот, вот здесь мы рассмотрим, что мы встречаем наши два главных антагонистов в игре Понял, понял, понял Ой Микрофон дарил Не знаю, не знаю, увидим У меня нет кота Вот у нас девятая и вторая сестра Мне вот интересно, где вот главный, который там с инквизиторами, помимо Вейдера Да, который был в полстанцах В полстанцах Они приехали к Броку, чтобы посмотреть Кал, потому что он использовал свои силы Да, и их основной цель – это чтобы другие другие инквизиторы, также быть инквизиторы Так что... И они также также представлены в многих других шоу и прохладах Но там на пафосе, на пафосе некоторые человеки встали, некоторые штурмовики, что проседают немножечко, фокусом-то. Мы до сих пор, если что, смотрим Resident Evil Village. Модераторы, скорее всего, спят. Если что, Прауф был первым, кто пришел в поместье Бейкеров. Это так. Небольшой такой. Оу. Вот, на самом деле, да, Прауф мертв сначала Resident Evil 7. Вот здесь, когда хоть и немного показали нам вот эту связь с Прауфом, но он очень довольно зацепил. Как по мне, персонаж, и жалко то, что его здесь убили. Это на стриме дропа, потому что я не думаю, что они в конце не нужны. На стриме у раннера. А может этот штурмовик не хотел нас убивать? Да. Здесь просто пробегаем до следующего вагона. Поправьте меня, если это немного не так работает, как я сейчас объясню. То, что если данный глич делается, мы выделяем врага. Рядом с каким-то объектом, который находится у нас за спиной. Используем силу Кэла, которая на замедление. И тем самым поднимаем себя наверх. Не важно, есть ли объект. Понял. Главное это сделать в прыжке. Вот что я понял. Здесь просто бежим, даже уворачиваясь. Необязательно. Я понял, помощники. Я понял, что мы не получили ПБЦ. Так что Кэйдж будет уйти и попробовать снова. Но этот скоп был еще недавно найден. Он спасает еще одну минуту этого планета. И мы буквально скопаем огромную часть, где тренинг и тренинг. Сейчас мы вышли в меню, дабы пропустить катсцену. И Тома, он ее не пропустил. А нет, пропустил. Потому что мы зацепили тридгер катсцена и... Ох, мой бог. Что это зацепили для ПБЦ. И тогда мы можем прыгать по стороне тренинга. И просто скопать по стороне. Потому что, по какой-то причине, этот тренинг у тебя есть по стороне. Он, в основном, не доступен, если ты такой человек. Но, в основном, бегают на режиме истории, чтобы все-таки не напряженность было. Иначе это был бы ультра хардкор. Хотя, если опять же взять те же спидраны по Dark Souls, где нет выбора сложности, и бег же всегда на одной. Сейчас мы бежим на встречу со второй сестрой. Но это спойлер. Эпик-эпик. Идет. Сейчас мы должны запрыгнуть на бокомол, но... Вроде бы запрыгнули, а вроде бы и нет. Иначе... Я... так как я готовился по его рану, да, я немножечко не понял, почему он побежал иначе. Но мне кажется, если бы он побежал как раз, типа, скипнув поезд, то он мог... промахнуться очень легко. Душит. Начинает в кошмарке вторая сестра, мол... Чей... кто-то учитель подавана. То-се. А сейчас мы просто от нее... ей проигрываем. Так как смысла драться с ней нет. Хотя для тех, кто... Хочет испытать себя в самый то, почему бы нет. На последней сложности... Нет, на самом деле это ненормально. А я не помню, какая зовут. Вот. И это какая-то серьезная предпочтение здесь. Которая мы никогда не получили, потому что мы... скипнули большую историю. Да. Это очень хорошая история. Я рекомендую, что всем играйте через это. А что? Да, играйте через это, или... Вроде бы все нормально. А что? Вроде бы все нормально. Протерла, она намокнула. Собой. А тем временем мы отправляемся на TheFog. Собой. Собой. Особенно, когда мы получим... Эмм... 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 Так можно же ВР взять. Эмм... Почему бы не практиковаться? Эмм... 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 Мне очень сильно понравилось... Эмм... Но это, в основном, Сэр и Гуис, и я думаю, что Фишт должен объяснить, кто они точно есть. А вот так уже нельзя. Нельзя. Джаваса звучит. Я, к сожалению, не вспоминаю те, кто у нас в играх участвует. Я никогда не интересовался этим. Ну и буду знать хорошую информацию. И теперь я просто представляю сделать видос, где на Гриза накинуть фразу Ласа. Или наоборот. Да-да-да, такой подходит к Гриза и говорит, ты знаешь, я когда-нибудь говорил тебе, что такое безумие. Отправили кого отдыхать. Мы ждем. И отправляемся на Zepho, чтобы встретиться с BD1. И то мы с ним встречаемся при довольно... Таких интересных обстоятельств книги обычно. Очень сильно проседает фпс у... Нет. Честно, не знаю. Мне в целом понравилось до каста актеров, которые дублировали эту игру. Но я скажу испанская запучка в любой игре. Кикне. Особенно в каком-нибудь губке Бобби. Угу. Я только знаю рокера из Лоста. Говорит нам, сэр, давай. Вперед. Вот. Вообще я не думаю, что здесь язык имеет какую-то роль, потому что опять катсцены идут одинаково по времени. Она Богану. Вот я путаю вот эти планеты. Богану, Zepho. Она, я знаю, Датомир. Вода, Каширик. Вот эти какие-то неизвестные планеты все они... Непонятные. Вот эта вот последняя планета. Она нигде не участвовала. Ну вот что делать? Если бы там какой-нибудь камин и татуин. Это, если что, испанская озвучка Blizzard. Да прибыль будет с вами сил, чат. Обожаю эту фрезу. А сейчас нам нужно в хранилище Zepho, чтобы, небольшой спойлер, встретиться с голограммой Эны Кордовы. Да бы он начал нам по крупицам рассказывать, где он спрятал и как нам достать голокрон. Возможно, возможно. Не получилось у него это перепрыгнуть. Я буду использовать еще один ТИЖ или ремоут для первого пробка. Потому что он будет быстрее, чем ходить вокруг того, как Кейдж просто сделал. Но это безопасная раута. И, вероятно, враги РНГ просто не любят. Но... Вселенная большая. Особенно, опять же, если рассматривать в плане планет. Но просто неизвестные, потому что, ну, неизвестные и не запоминаются и нигде не участвуют. Кроме тома, опять же, определенных каких-то фильмов. Или игр тех же. Скачиваем первые скиллы. И идем сейчас до первого небольшого апгрейда в плане мовмента. Да, я согласен. Вот это у него вышло с первого раза. Ну, ладно. С полторашнего. Тот что... Тем, что он в... Так сказать, как можно сказать, всего рода обучение от местной фауны. Пролетел сразу до момента, где Биди должен дать ему стим. Да, это много полезных вещей для нас. Да. 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 Сейчас мы перемещаемся просто некоторым дэшем. И попадаем в место, где Энна Кардола спрятала голокрон. Да, в принципе, начнем с того, что Dash там ни одной кнопкой делается. Это вызывает некоторую сложность. Не получилось с него перехватить управление во время катсцены. Обычно многие раннеры стоят спиной к этой катсцене и смотрят в стену, чтобы сразу, как раз вот на выходе, чтобы сразу побежать. Кто знает, кто знает. Да. Да. Редактор субтитров А.Семкин БД-1's memories was wiped, so he doesn't like remember Cordova, but he still has... Right, yeah, yeah, so BD-1 is like not, he doesn't remember the places that we're going, but has been there. Ну, там очень сильно сокращает время, но быстро откроется к шейке. Сколько там, по-моему, 15 минут? Ну, что-то в таком районе. Ну, опять же, некоторые вот стратки. С рандомными. Да. Которая все-таки от рандома зависит. Может, здесь еще как бы удача сыграла. Все, возвращаемся на Богомол и летим уже на Зефу. Так же по дороге сейчас еще зацепим информацию о Датамире. Причем очень интересно, когда ты на Бога, но как раз следуешь вот этот весь мир, и игра позволяет тебе сразу лететь на Датамир. Ну, конечно, с учетом того, что у нас нет никаких скиллов. В софтлоке это всегда весело. Когда даже просто бегаешь. Вот, о чем я как раз говорил о Датамире. То, что игра позволяет сразу туда полететь, нам пройти не особо далеко. Но, есть некий плюс в том, что можно сразу починить себе меч. Но, небольшой спойлер. У нас не будет починенного меча. Что будет очень комично выглядеть в последней кат-сцене. Там против Датты Вейдера. И, я имею в виду, игра позволяет тебе идти на Датамире, если хочешь. И, если вы играете в игру случайно, вы узнаете, что это ваша более сложная опция. Но, в зависимости от того, как прогрессия, это сделает более смысл. Для того, чтобы идти на Датамире, идти на Зефу первым. Чтобы улучшить... КЛД. Я не знаю, что такое КЛД. Я не знаю, что такое. Хорошо. Итак, в основном, в этом игре, большинство анимаций могут раздражать другие анимации. И мы используем это для нашей преимущества постоянно. Даш, конечно... Мы взяли информацию о Датамире. И направляемся на Зефу. Вот здесь сейчас на Зефу будет... Первый, прям, такой глобальный момент. Потому что, по большей части, на все планеты мы возвращаемся по два раза. Кроме последней. Ну, сейчас увидим. Повезет ли. Что случилось? Повезет ли. Что случилось? Мне... Когда вот показывают фильмы, игры, где показывают ATST, машину, она выглядит как-то, ну, никчемно. Не дает по этому... такой пугающей мощи. Все-таки это как здоровая машина, которая... для убийств. А во всех играх ее показывают такой... Ну... В принципе, там... Она из пенопласта. Ее можно прострелить, бить. Вот... Чем мне понравилось, наверное, из-за этого Мандалори. То, что как раз в первом сезоне там показали ATST именно такой, какая она и должна быть. Верияive. órioolarы. Полносят лаван politeй... У меня не было, да и Planet. Они могут ловить. Была не очень мягенькая посадочка, но опять же для обычных людей, штурмовиков, клонов, повстанцев, это все-таки не та машина, которая не пугает тебя. Ее такое же показали здесь, она даже все-таки в том же battlefront, но она там все-таки как метод передвижения, поэтому сейчас у нас будут насильственные действия со стеной. Не получилось у него, хотя клипнул в стене он себя очень быстро, но не смог он вовремя приземлиться, не справился он с моментом. Ну это все-таки как-то событие. Но смотри, первый раз промах. Если бы даже ставка была, там было бы три попытки. Ну вообще, я думаю, здесь карс убивают из-за того, что они мешаются. Попытка номер три. Очень сложный скип. Перелет. Обычно здесь, в моменте, когда ты себя клипаешь, ты с помощью, чтобы сделать там камеру, селфи, тормози, чтобы все-таки посмотреть, где ты. А мы все-таки в бесконечный полет ушли. Ушли. Ахахаха. Ахахахаха. Ахахахаха. Все, получилось. Получилось у раннера. Сейчас мы топаем в храм. Но это хороший результат, как по мне. Что ж мы это животное-то сделаем? За что он так? Не получается теперь у него забраться. Проходим через вот этот торнадо и прыгаем сразу в лифт. С тем скипом крайне сложно про объяснить. Потому что механика схожа с зип-глич, когда тебя на начальную координату перемещает игра. Очень схожа, но это все-таки не она. Сейчас он себя прослуживает. Атаками клипнул через стенку лифта. И сейчас последует еще один клип, где мы себя будем толкать уже через двери. И хорошо получилось у раннера. Нам нужно добраться до момента, где мы снова почувствуем отзвук силы и сможем использовать толчок. Потому что, как я уже говорил, игра не нравится, когда мы внутри войны. Поэтому он просто бросает нас на другой стороне. И вот таким образом мы не должны идти по кругу. Мы просто ходили через войны. И мы приближем к нашему следующему обрету туториалу, который мы будем толкать. Я даже не знаю, что мне сказать по поводу этой шутки. Сейчас Джарет Аппал учит нас этому приему. А мы в памяти Кэлла вспоминаем это. Причем у них очень интересное тренировочное поле. Я такое вообще первый раз видел, наверное, за все время. А здесь Энна Кардоу рассказывает о дереве на Кашиике. И что дальше, наш маршрут лежит на Кашиик. Родину Вуки. Да, я просто хотел сказать. Дистинктивные тренировочные тренировки. Дистинктивные тренировки. Дистинктивные тренировки. Да, это мой любимый. И эта картинка улучшает Кашиик, что наш следующий планет. И когда мы улучшаем этот планет, то время, чтобы уйти планету. Сейчас опять мы снова уводим себя клипать через стену. Ну как? Не получилось. Хотя... Почему-то у меня в голове то, что он должен был перелететь через крышу и забраться наверх. Хотя... Это не так. Да-да-да, я... Почему-то просто именно подумал об этом, хотя я понимаю то, что Локу просто не загрузится позже. Так как там триггеры именно на прогрузку. И... И... Сейчас мы будем еще... Опять же, как бы это сказать. Доберемся до Богомола. И оттуда... Там... Мы уже так... Двери не откроются, пока мы не уничтожим ИТСТ. Мы... Будем... Как бы... Это помягче-то выразиться. С обратной стороны корабля, Потоциклипнуть себя в сам корабль. Ну, в кладуальном же прохождении так и есть. Он же не открывается, по-моему. Да-nes, иу не Drew, что еще что мы будем делать, С zien, Хром дайши nered у нас, И... Джум调пь-бой низкие даши, А так называемые и чейные beamа, Как и еще второй ним ст Из, что вы нарушает навстречите力 на университете. Да-моги. Да-моги. Я... Могу просто ее функционализировал как бухгер. Ну, вот что я и говорил, что его можно не убивать, но и клипнуться в корабль. Все просто. Зачем с ним мучиться, когда можно в него просто клипнуться? Зачем? Причем клип тоже довольно сложный, то есть нужна некая удача, потому что принцип работы все-таки такая же, как при любых клипах в этой игре, но практически любых. Так что, когда вернемся из Томбина, у нас был такой случай, но мы добавляем немного вкусов к этому. Открыли шоркат, бежим до Вагамола, AT-ST уже как раз на позиции готов к нам стрелять, а мы тем временем начинаем клипать себя в корабль И с первого раза, получается, хлопочки ему И летим на кашиик Кстати, это, наверное, один из самых крутых моментов, когда мы украдем AT-ST Нет, у него игра подвисает, потому что картинка хорошая, у него на вакте Ну скажу так, одна из самых, наверное, интересных локаций это все-таки Датамир, опять, там есть сложности, всяких событий Будет очень быстро, что немного даже обидно Потому что не будет всяких вот стычек с Мерлин Я вроде Мерлин зовут И опять же с... как его? Сестра Ночи Сестра Ночи И с тем, кто кошмарил их Маленько Помню Маленько Помню Мы узнаем Будет новая стратка использованная или старая Да 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 Пожалуйста, получайте эти донации в этом, это для удачи Саботаж Пожалуйста, сделайте A.N.L.P.O. USA Я сказал Да, я тоже А мы сейчас будем устраивать саботаж, да. Это та игра, с которой я начал, как раз, с моё... Так сказать, углубление в спидран комьюнити. Так она основной и остаётся, хотя уже там довольно сколько. Вы уж 4 или 5 игр изучил. Который именно пробовал бегать. Ну это старые рекорды. Я не выкладывал уже очень давно. Не обновлял их. Прям проседают кадры, проседают сильно. А мы забираемся на АТ. Вот я подумал о том, когда они успели создать эти машины, а потом вспоминаю то, что всё-таки, ну, с момента основания империи прошло уже 6 лет. Сейчас он прям клипнется, как... Прям как по маслу. Лучше не пытаться сейчас. У нас до сих пор категория не сменена. А мудрох всё нет. Сейчас скажу вам, какой действующий рекорд по Star Wars Fallen Order. На данный момент, на ПК-версии, 1 час 29 минут 33 секунды. Разрушаем мы все... Все технику, штурмовиков. Вот этот транспортер. Который, по иронии, влетит прямо в нас. Он ещё и уворачивается. Либо раннер просто не может попасть. Всё, осталось немножечко ещё пострелять. Вообще, это... Машина очень мощная, особенно если играть в какие-то последние мультиплеерные Star Wars'ы, тот же Battlefront 2, где на них можно покататься на больших картах. Потому что, как я помню, на старых именно Battlefront'ах это не так весело. Я не помню твоего вопроса про Вэра. Вот сейчас будут интересные прыжки в ООБ. М-м-м-м, да, вроде нет. Для игр было немного. Две. Мне тоже простительнее. Я час назад проснулся как раз. М-м-м. М-м-м. М-м. 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 Вообще, если брать некий баланс между кат-сценами и геймплеем, то в спидране один час, как нам уже сказали в чате, то что один час геймплея, один час кат-сцен, идеальный баланс. Ну и то получается, ладно, не идеально, сколько? Минут сорок геймплей, я остальную кат-сцену. Сейчас идем прокачивать BD, чтобы он мог замыкать некоторые механизмы, дабы открывать нам путь. Причем, вот здесь, наверное, ну не знаю как мне, я очень сильно испугался паука, который потом за спиной просто типа падает. Ну вообще, во всей игре 4 часа кат-сцен, если не без всяких скипов. Хотя, с учетом того, что игра проходится за 6, 4 часа кат-сцен, сильно. Хотя, если очень детально игру все-таки исследовать, то в принципе, наверное, часу до 10 она проходится. Что в целом нормально. Ну я проходил, ну я езжу за один день просто, типа все прошел там, где-то часов, наверное, 8 часов. У меня ушло. Ну я проходил, потому что я не на... Все-таки меня больше интересовал сюжет, а не геймплейная составляющая, поэтому я проходил на стори моде. Это прям не сложно, в скобочках. Сейчас забираемся мы на крышу. Ну, скорее всего, 17-20 часов он подразумевает именно 100% прохождение. Прям на платину. Сорвался с решетки. Делай это с первого раза. Ладно, не буду ничего говорить. Прогружаем локацию и сейчас. Начинается подготовка. Подходим, подходим мы к части, к той самой, где мы будем пропускать очень много, чтобы добраться сразу до главного дерева. Прогружаем локации. Да-да-да. Вот как раз на Зефо. 40 минут. Смотришь кат-сцену в начале, и вот и на том самом скиппе. Все. Пал, а то он попадал в киллбокс. Чтобы возвращал его обратно. И сейчас мы добираемся до дерева и до ребят Тарфола, чтобы они нам дали масочку. Которая позволяет нам постоянно плавать под водой. О, эти кайбер-кристаллы. О, я знал, что пришло. Я знал, что пришло. Хорошо. Это почему стимулирует так долго. Да, он упал. Поэтому мы... Возвращаем. Вернулись назад, он зафейлил. Сейчас повторяем этот путь заново. Ну, закрепляем, закрепляем. Я не помню, по-моему, на как раз EDK, который вот был последний... Что-то у нас было с закрепами. А! Блокмеза. Там 20 минут мы сидели на одном и том же моменте. Что случилось там называется слайдскип. Потому что, если вы играли в игру, вы наверное помните, что есть огромная секция с слайдом, которая, в основном, очень слегка, и вы должны идти на мэп. И это просто не весело. Я думаю, это весело, просто... Просто... Не весело. Не весело, точно. Это кодсина с хептой, да? Мы тоже смотрим. Вот я думал, сейчас... Что-то прям... Как-то мем уже пошел со спортивной ходьбой. Нуууууу, вообще, в принципе, сколько? 10 минут коту под хвост получается. Сейчас заново. Пока вроде укладывает в эстимейт. Узнаем! Узнаем! Теперь не получается у нашего раннера запрыгнуть. Близимся опять к тому самому моменту. Я не знаю, если ты сказал это или нет, но мы должны получиться способом спать под водой на этом планете. Да, я сказал это. Хорошо. Все, потратил не столько много времени, чтобы не попасть в киллбокс. Но в некоторых моментах я все-таки понимаю, даже как в том же Half-Life, если дроп бойцы в Fepos, то это может даже на руку сыграть, то что клип получится, например. Прогружается карта. Ну зачем ты говоришь, что тут вода? Да. Да. Раннер пригорел, видимо хотел выйти, но комментаторы его остановили. Он софтпоп по-моему словил. Вроде выкрутился, но вот сейчас, честно, я ничего… Сколько я раннер посмотрел по FN, такое просто первый раз, я даже не понял, что произошло. Но комментаторы напряглись. Потому что они подумали, что софтлок. Крутая птичка. Сейчас мы будем обучаться двойному прыжку. А для раны это будут бесконечные двойные прыжки. Попадаем во флешбек. С Джарет Апалом и тренировками, на котором нам тоже покажут двойные прыжки. И после этого, с помощью использования силы, мы будем бесконечно прыгать. Так как у нас нету объекта, на котором мы используем силу, силу не тратится. Вот это именно последний кусок. И мы можем постоянно прыгать. Но я не попадался, мне не приходилось использовать силу в прыжке. И сейчас мы прыгаем до определенного места. Причем здесь тоже нужно аккуратно прыгать. Потому что они здесь, конечно, не как в Секиро, где там на каждом моменте в текстурах стоит киллбокс. Потому что, например, в том же Секиро, за текстурами, постоянно там очень много киллбоксов, здесь их не так много, поэтому но тоже они здесь могут встречаться. А сейчас мы прогружаем карту. Пытаемся клипнуться через дверь. Я здесь не смогу, к сожалению, что произошло. Поэтому мы просто продолжаем прыгать дальше. Ну, не совсем начинку, но... Ну, а самая скорость, чтобы приступить к старту, то есть использовать гондолу. Таким образом, мы будем прыгать к гондолу, а потом мы возвращаемся к мантису. Лея использовала самая техника в последний день. О, мой бог! Я никогда не думала о том. Ну да, это, в принципе, довольно так тяжко объяснить. Потому что по тем ранам, по которым я готовился, ни один не упомянул о том, что тебя здесь телепортируют, если не зайти не с той стороны в локу. Просто ни один по всем ранам, к которым я готовился, все просто приходят и резко оказываются не тут. И это немного, конечно, это напрягает. Особенно человека, который все-таки изначально не знаком с ранами, очень странно видеть то, что ты зашел здесь и оказался в другом месте. Да-да-да, просто кого нашли. Ну, а сейчас мы направляемся на датамир за... за... Как эта штука-то называется? За ключом, в общем, от хранилища на Богану. Нет-нет-нет, не Голокрон, он на Богану. А сама вещь, вот этот ключ, который сейчас находится на датамире. И после этого, в общем, мы просто... пытаемся от 0.8 до 0.8 до 0.8, как мы можем, мы не имеем никакого специального объекта. Сейчас вот этими бесконечными прыжками мы в датамир пропрыгаем. Избежав стычек с птицей. Постараюсь объяснить. Как говорится, объяснить на пальцах. Круглая штучка, похожая на планету Сатурн. Вот так, она сине-черная такая. Ну, я сейчас покажу. Буквально, даже, можно сказать, до конца раны немного осталось. Да, ведь. Кто знает, кто знает. Это уже от раннера зависит. Но я думаю, что он не сфейлит все-таки. И это не такой, на самом деле, ну, прям сложный момент, как, например, с прыжками на Кшиике. Здесь сейчас мы... Да, вот только проблемы будут именно с флэшбэком в Джаред Апал, где, можно сказать, вот эти наведенные воспоминания будут нас кошмарить, что, мол, Джаред Апал будет говорить, я, мол, умер только из-за тебя. Ты вообще там не тот, не то. Ты не достоин быть джедаем и прочее такое вот. Где мы сломаем как раз свой меч и полетим на планету с кайбер-кристаллами. Ну и первый, это, конечно, флэшбэк с приказом 66. Но здесь тоже мы очень, так сказать, скипаем большую часть приказа, хотя он очень... Не знаю, жалко, конечно, что его здесь скипают. Приказ 66 здесь тоже очень круто показан. Как Джаред Апал чувствует колебание силы. Чувствует, как всех убивают. И в целом он чисто как бойц там проходит. Ну и мы здесь просто в Out of Bounds пропрыгиваем до спасательной капсулы. где нашего учителя и убивают. Ну, справедливости ради, Катсцены с приказом 66 очень крутые. Как я говорю, Катсцены, звучит как мой Кио. И это тоже хорошая вещь, потому что мы получили 50$ от Адама Н. Адам говорит, что я люблю скоростные рунки, я люблю подарки, и я супер-мега-мега люблю Star Wars. Как я не могу не донировать? Давайте спасать детей, всем! Донация для выбора «Рантера». Смешно. Я тоже люблю Star Wars. Смешно факт. Смешно факт. Арена с DMC. Я не знаю, я не помню, что это за арена. Она может есть на... Ну, то, что я думаю, она находится, наверное, на последней локе, где там лавы и прочее. Спасибо, что это за арена. Да, все верно. Сейчас нам нужно будет во флешбеке, чтобы... Так как этот флешбек — это отдельная локация, вот эта вот часть — это та же локация, только она находится в другом месте, и сейчас нам нужно будет через стену пробраться именно до нужной нам локации. Деревня уже была. И, к сожалению, у раннера выключили свет прямо в конце. Да, это акробатикс, может быть. Так, это... 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 Мега-секуенс в игре. Если вы играете самостоятельно... Все, мы добрались... Добираемся снова до... Вместо медитации прокачиваем навыки. Не прокачиваем? Не-е-е-е... Странно-странно. Странно, странно. Но не суть. Вроде без софтпока. А мы сейчас опять выходим в Out of Bounds и прыгаем до места, где находится ключ от хранилища на Богана. Я так и не вспомнил, как он надевается. Он на А как-то называется. Здесь запрыгнули в Trigger, чтобы прогрузилась локация. Маликус уже стоит, ждет нас. Но мы не ждем его. И пропрыгиваем просто сразу дальше. Так как полуэты лава, все верно. Ну, причем даже в катсцене будет полуэты лавы, они будут стоять на пустоте. Вот оно, вот этот ключик. Потому что мы пропрыгнули в катсцене. Это позволяет нам сделать... ...это позволяет нам получить Астреум. Это, в основном, маленький катсцене Астреума. Ни кто? Ничего. Я думаю, что фиш будет лучше говорить о ней. Она тоже будет спрятаться. Ну, сейчас в этой катсцене мы изливаем немного душу. Нам изливают ее также. И мы предлагаем, мол, объединиться и погнали с нами, Марин. Вообще, я очень сильно... Я не думал на том, что после датамира осталось совсем чуть-чуть. И я планировал то, что... Ну, я думал, что нам покажут. Все-таки вот эту вот немного любовную линию. Ну, я думаю, что... Сейчас мы вернемся на Богану. Мы заберем Голокрон. Голокрон заберут у нас. Мы четыре снизу... И... 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 И это телепортирует нас в начале тумб, где мы вернемся через холл в стене. И... 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 Сейчас мы возвращаемся на Богану. И... 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 Я тоже думаю, Что нужна в... Уже не актуальна и не легитимна. Потому что... Выключили свет и ставку вернуть. Отменить. Это единственная планета в рамках, где мы используем twice, вместо того, чтобы только once. И это потому, что мы должны вернуться с эстриумом к миру. И... Мы получаем холокром, с партнером 4-сенситивных детей. Что происходит с вашим партнером? Я не знаю, в английском языке, в облаке. Да, иногда это просто холодно в мантисе. Что случится очень часто. Огол, гон. Я просто понял это. Ммм, я не помню во сколько он. Пока тут идет катсценка небольшая. Тут кот красный, кот красный. Коль на минутку. Потому что чат needs incentive. Я думаю, что они нужны для того, чтобы донать. Моро, чем просто для того, чтобы поддержать детей. Ммм. 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 М Продолжение следует... 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 Вот оно, посвящение, как в Средневековье. Мне кажется, вообще в Рыцарей Джудали посвящали не так. Но здесь, если что, Кэлла посвящают в Инквизиторы. Не путать. Ну, очень опасно, но они же джедаи, они же типа, в принципе световой меч могут использовать джедаи только потому, что они из-за связи с силой могут чувствовать вес меча, потому что сам-то, по сути, ничего не весит. Вот у тебя есть рукоятка, которая весит типа что-то, и все. Да, получается так. Кстати, если сейчас присмотреться, у него в какой-то момент был его меч целый после того, как он слетал на планету. Осуждаю такое. Именно было сборной, которая из меча Церы и Джера допала, когда он именно на вот эту ледяную планету летал. Здесь мы сейчас просто выходим в меню в моменте, когда нам дают управление. И выходим в меню, дабы скипнуть целую кат-сцену, где Мэрин Чары свои использует, где мы пролетали над блокадой. Ну, не блокадой, а, как это сказать, все-таки мы летим прямо к ним в логово. Ну, в основном, этот планет – это планет. И мы начинаем под водой в ковре, но, потому что мы не имеем регрессор, камера вся слетала. Ты спрямляешься под эти ледями в ковре. Таким образом, мы используем какие-то визуальные навыки на ледях в ковре, чтобы узнать, куда мы идем. Да, почему ты спрямляешься так много? Ну, я бы не сказал, что он идет. Сейчас у него не получилось. Да, вот кат-сцена была с погружением, но обычно оно скипается, когда прихватываешь управление, и ты уже внизу и плывешь к этому. Но у него не получилось это, и ему надо сейчас заново перезаходить. Если, конечно, это вообще не будет со слогом. Хотя не должно. Потому что сейчас, после этого, мы должны оказаться полностью под водой. Ну, не здесь. Коротка не здесь. И именно должен быть вместе после погружения и спокойно там плыть уже к этому. Ну, а сейчас вообще игра считает, что все еще идет кат-сцена. Сейчас он проводит некоторые манипуляции с фпс, дабы выбраться из этой ситуации. Да. 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 Так. Ну, он просто смотрит на это, вот что будет на самом деле. У нее очень важнее, чтобы посмотреть, чтобы об этом угодно. Упирается мне в стену Пошло, пошло О, да, да, да Геометриво Не пытаемся reinventить Великолепно Мы пытаемся Впустили в каве Кал, который пытается Впустили в каве Впустили Мы должны идти в каве И это Поехали, где мы можем Впустили в каве Так сказать, держим кулаки За раннера Задерживаем дыхание Я задержал Поехали 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 Никак не получается Никак не получается Никак не получается У раннера Победить Невидимую стену Невидимую стену Чтобы выбраться Чтобы выбраться Чтобы выбраться Но я думаю Мы немножечко зайдем За эстимейт Все таки потому что финальная Финальная лока И осталось тут прям совсем немного По сути Тем более саму локут убежать мы точно не будем Пропрыгаем Пропрыгаем Смог он выплыть наконец таки Такой напряженный момент Такой напряженный момент Но все таки Аран очень достойный Там даже немного такая ситуация Катсцена его не выпускала из обе И сейчас мы направляемся до Рандеву с второй сестрой И дартом Вейдером Сейчас мы направляемся до Ну да Ну почему еще Возможно Немножечко подруиниться Тем то что сразу Не клипнется Чтобы зайти в комнату Потому что если зайти через центральные двери То Затриггерится Это Файт со второй сестрой А нам как бы этого то и не надо Все мы зацепили триггер Сейчас мы Выползаем оттуда обратно До лифта Все Все И вот он Дарт Вейдер Слишком пафосно Ну Ну мало ли я Все Все Может быть Вдруг Неожиданный софтбок Было бы Да 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 Это прям Вау Теперь спасаем себе экслам отсюда И Вот сейчас мы касаемся триггера Триггера И на этом моменте И на этом моменте у нас Должен таймер остановить Ну когда катсцен начнется Все На этом и заканчивается у нас Спидран Сейчас мы смотрим просто катсцен Вот 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 этот момент очень забавный То что у нас как бы сломан меч Но Как бы Он есть Хлопочки Нашему раннеру Все таки достойно все равно ран Хоть и не без косяков Ну я больше скажу я когда первый раз проходил Кучу раз просто Для меня не сразу дошло что От Вейдера бежать надо То что он у тебя с первого Ну он у тебя сразу вон шел Как бы Я об него убивался не один раз Да было бы интересно на самом деле посмотреть Именно в промежутке Новой надежды и Вместе ситхов Именно вот это время Потому что это самое такое Не из Самое такое время Которое не показано Вообще Ну в редких случаях Где там например В постанцах что-то показано Как раз связано со всеми этими инквизиторами Секундочку Секундочку Показано со всеми этими инквизиторами Ну Это конец Показано 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 А Собственно Это закончилось Неожиданно Он мне позвонил Прошу прощения А дальше у нас Спайр из Драгон Драгон Ждем Следующего